Всем привет! Сегодня буду показывать свои покупки за сентябрь, их немного, но если я буду ждать дальше, многие вещи уже потеряют свою актуальность, они будут уже не по погоде и не останется на них ссылок, поэтому решила снимать мои покупки почаще и, естественно, показывать с ними актуальные образы. Но начать хочу, как обычно, с книжной рекомендации, вот эта прекрасная книга 100 самых романтических мест, чтобы найти свою любовь с потрясающими иллюстрациями, точнее фотографиями разных замечательных мест нашей планеты. Я, кстати, во многих уже побывала, ну где-нибудь, наверное, в половине всего списка, а вторая половина останется у меня для вдохновения. Когда буду решать, куда в следующий раз можно поехать. Книга, кстати, стоит всего 200 рублей сейчас на озоне, можно взять на подарок кому-нибудь. И еще немножко о путешествиях. Эти книги выпускают то же самое издательство, что и серию изнутри, которую я вам в прошлый раз рекомендовала, но эти книги даже как-то более поживее написаны, что ли, особенно про Дубай интересно девчонка пишет, и хотя мне в Дубай совершенно не понравилось, прочитала с огромным удовольствием. Ну и про Польшу тоже достаточно интересно. В Польше так же бывало, несколько городов мы там посмотрели, может быть, когда-нибудь я туда вернусь снова. Но давайте уже скорее приступать к покупкам, не книжным. Да, девчонки, хотела сказать спасибо всем, кто подписался на меня в телеграм-канале. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал, пожалуйста. У нас там будет много полезной информации. Я стараюсь там что-то постить каждый день, иногда, правда, пропускаю, но все равно контент будет выходить гораздо чаще, чем здесь, и, естественно, будет более актуальным. Ссылочку на телеграм закрепила у себя в комментариях. Ну и, наконец, переходим к покупкам. Трендовая модель от Милскарты в красивом темно-синем цвете. Вместительная сумка, при этом небольшая. И, кстати, все сумки Милскарта я заказала на Wildberries. Бренд, я думаю, что вам тоже давно знаком, как и мне. Рассказывать про их классное качество не нужно. Сумки в основном из натуральной кожи, но сейчас появились и эко. У меня некоторым моделям уже 3-4 года, и они все живы и прекрасно себя чувствуют. Эта сумочка, например, из эко-кожи. Здесь еще есть длинный ремешок, но я даже, честно сказать, не поняла, куда его пристегнуть. Наверное, вот сюда вот на ручку. А так, смотрите, внутри все очень красиво, аккуратно. Два кармашка, сумка вместительная. При этом отлично подойдет для невысоких, компактных девочек. Она не будет смотреться огромной и впишется в разные стили. Но я хотела бы носить, наверное, с чем-то таким более спортивным. В общем, посмотрим, примерим. Следующая сумка уже из натуральной кожи. Она также вместительная, у нее отличный размер. Сюда войдет и телефон, и все ваши мелочи. Она лаконичная, здесь нет ничего лишнего. Она никогда не выйдет из моды, потому что это нестареющая классика. И подойдет практически ко всем образом. Моим так точно. И маленькая сумочка, которую я взяла для Алисы. Но буду также с ней ходить, когда мне не нужно брать с собой много вещей. Положить туда только телефон, ключи и побежать. В общем, будем носить с ней на двоих, как и многие вещи, которые я сегодня вам буду показывать. Потому что дочка доросла до моих параметров. И теперь мы можем с ней меняться как одеждой, так и обувью. Что, в принципе, удобно. Главное, чтобы она не посадила пятна. Потому что она рисует, занимается в художественной школе. И частенько вещи в краске. Также на ВБ нашла эти удобнейшие казаки с металлическими носами. Это эко-кожа. К сожалению, не натуральная. Но здесь очень она мягкая и приятная. Я в них уже ходила несколько дней практически с утра до вечера. Маленький устойчивый каблучок. Действительно удобная колодка. И за свою цену, я думаю, что можно им простить, что они эко. И еще одна находка с ВБ. Потрясающие зимние ботинки из натуральной кожи. С натуральным мехом или с натуральной шерстью. По-моему, там шерсть все-таки. Да, натуральная шерсть. Купила для дочки, но буду и сама гонять. Девчонки, в районе 3000 рублей. Ну, вот это действительно просто находка из находок. Целый час искала какую-нибудь недорогую обувь для дочки из натуральной кожи. Потому что нога все еще растет. И вот наткнулась на них. Сейчас будет покупка месяца. Даже не побоюсь этого слова. Покупка сезона. Это пальто из Olvenit, которое я вам показывала в нашем последнем ролике. Если не посмотрели, обязательно посмотрите. Там очень много красивых вещей в коллекции. Теплых, шерстяных, прекрасных. Как это шерстяное пальто. Оно очень мягкое, оно очень уютное. Я-то еще не успела его выгулить. Не было такого холода. Но завтра плюс 7, и я, скорее всего, выйду в нем. Мне кажется, я буду его и зимой носить. Потому что оно достаточно плотное. Ну, может быть, вниз надену тогда какой-то жилет утепленный. Либо на кашемировый свитер. Тут, по-моему, все очевидно. Пальто прекрасное, и мне будет сложно из него достать. Кстати, жакет на мне сегодня также из Olvenit. Юбка Zarina. И туфли неудобные, те самые, с Велберис. Но дома в них ходить стоять можно. Поэтому я решила все-таки для ролика сегодня их надеть. Но, скорее всего, они у меня останутся для съемки роликов. Для каких-то домашних образов. Джемпер-паутинка также из Olvenit. Покупала его еще в конце августа. И сначала носила на топ. А сейчас буду носить на лонгслив. Либо черный, либо белый. Мне кажется, так будет достаточно тепло. И не будет жарко в помещении. Это моя случайная вчерашняя покупка. Зашла в Ре. И сразу же на меня посмотрел этот шарф. Вы знаете, что я очень люблю леопардовый принт. Шарф мягкий, уютный. Достаточно большой. Любое черное пальто он украсит. Сделает не таким скучным, не таким унылым. Поэтому я не смогла уйти без него. Тем более, цена тоже более чем доступная. 1600. Эко-кожаные черные брюки вообще только сегодня позабрала на Ламоде. В принципе, здесь все понятно. Кроме того, что они расклешенные, никаких у них нет особенностей. Средняя посадка, хорошие кармашки, симпатичные брюки. И какой-то размер. Размер 36. Это бренд Oji. Сто лет ничего у этого бренда не покупала. И вообще даже забыла о его существовании. Оказывается, все еще они живут и здравствуют. И вот иногда выпускают какие-то неплохие вещи. Надо будет посмотреть, что у них еще есть. Еще из только что купленного это джинсы Lime. 34 размер, буткаты. Также чуть-чуть расклешенные. Я пока не знаю, оставлю ли я их. Посмотрю на себя потом в примерке образов. И подумаю, нужны они мне или нет. Потому что у меня есть очень похожие изолвенит. Эти чуть-чуть поуже. По расцветке очень похожи. И поэтому я не знаю, нужно ли дублировать эту вещь в своем гардеробе. Я пока подумаю. Вот это вещи, которые я долго мечтала и долго гонялась. Кто у меня есть в телеграм-канале, уже видел образ с этой юбкой. Это юбка Lime. Я купила ее на Авито, точнее перекупила у девочки. Потому что в магазине их разобрали мгновенно. И я понимаю, почему. Эта юбка прекрасно подходит к многим моим джемперам. И к черным, и к серым. К небесно-голубому отлично будет. Также можно с денимом ее носить. С леопардом здорово смотрится. Она максимально универсальна. Во всяком случае, в моем гардеробе она будет работать на все 200%. Даже смотрите, я сейчас приложу юбку к леопарду. Отлично смотрится. С черным смотрится отлично. С денимом к шубе моей подходит. И здорово будет вот с этой футболкой Nirvana. Мы купили тоже с дочкой на двоих ее на Велберисе. Мне понравилось, что и сзади есть надпись, и спереди. Это самый маленький размер XS. Он, по-моему, идет на 44. Она прям такая большая и объемная. 100% хлопок. И стоит тоже копейки. По-моему, это тоже находка. Про роговский свитер я уже говорила в обзоре. Я взяла в размере XS. Он действительно очень большой. Я буду носить его с леггинсами и казаками, либо с какими-то высокими сапогами. Ну и, в принципе, с джинсами и с юбками он неплохо смотрится, несмотря на свою длину. Смотрите, он прям как платье мне. Я пока его не постирала. Надеюсь, что после стирки вот эти вот маленькие катышки, про которые я говорила в магазине, все-таки уйдут. Потому что не могу их счистить ни липким роликом, ни руками собрать. Это очень долго. Вот все-таки надеюсь на стирку. Но цвет, конечно, у него потрясающий. И для осени этот ягодный. Смотрится очень уютно и очень правильно. И снова джинсы. На этот раз из Селы. Я, знаете, джинсы люблю, конечно, не особо. Но в холодный сезон это неизбежное зло. Иногда приходится их носить, когда нужно быстро выбежать из дома. Тем более, эта модель достаточно универсальная. У меня были подобные джинсы из Лаймда и сейчас есть. Но они уже как-то теряют свой внешний вид. Очень много их носила. И они уже такие чуть-чуть подзастиранные. Какие-то несвежие. В общем, выглядят уже не классно. Поэтому я взяла вот эти джинсы в Селы. И все-таки к тем, пока рука тянется больше. Даже, видите, еще бирку не сняла. Сидят они вроде бы неплохо также. Но есть один нюанс. Покажу потом в образе. Может быть, его можно будет исправить в ателье. Ну и плюс тут высокая посадка. Я высокую посадку люблю не очень. Но, в принципе, ее можно прикрыть свитером. Модель называется Flirt. Я так немножечко в нос говорю. Не обращайте внимания. Я просто приболела. Но чтобы график выхода роликов у меня не съезжал, пришлось сегодня собраться, накраситься, уложить волосы и заняться съемками. На десерт оставила шубку из Села. Это детская шуба в размере 158. Я бы лучше взяла 152. Но не было уже в магазине. Их быстро раскупили взрослые девочки. Мы эту шубку планировали носить с дочкой на двоих. И сегодня я попрошу ее поучаствовать в примерке образов. Шуба классная тем, что это не просто эко-мех. Но там внутри утеплитель. Мех выглядит недешево. На ощупь, конечно же, очень все приятно. Мягко ее не будет продувать. Единственное, что хотелось бы размерчик чуть-чуть поменьше. А так у меня к ней никаких претензий нет. И ценник тоже очень даже приятный. Тем более я использовала бонусы. Шуба изначально стоила 7 тысяч. Я с бонусами заплатила за нее около 6. Наверное, вы заметили, что в других магазинах такие шубы стоят намного-намного дороже. Ну и, наверное, уже пора переходить к образам. И все показала. И образ первый элегантный повседневный. Так я могу пойти по любым своим делам. В салон на маникюр, на шоппинг, по каким-то делам с дочкой. Здесь очень все комфортное, все очень удобное и действительно теплое. Потому что помимо шерстяного пальто на мне кашемировый джемпер АМКЛО. Брюки, как я сказала, отжи в размере XS. Идеальная длина под ботильонная коника. И, конечно же, сумочка Милскарта, которая здесь, мне кажется, вписалась просто идеально. И перчатки. А, да, очки Маскина. Смотрите, на мне набор абсолютно базовых вещей. Пальто подойдет, мне кажется, у меня очень много к чему. Джемпер это вообще база-базовая основа гардероба. Брюки также с любым джемпером, с любым свитером смотрятся отлично. И сумка такая классическая также во все образы подойдет. То есть можно, конечно, со всякими вариантами поиграть. И пальто заменить на вот эту вот парочку надеть. Можно джемпер заменить, можно юбку сюда добавить. Кстати, давайте попробуем с юбкой. И помните, что перчатки в этом сезоне это стильный аксессуар. Можно взять какого-нибудь контрастного цвета. Можно повесить на сумку. Главное, чтобы не свалилось. Ну и рукам тепло. Ручки немножко замерзли, сразу перчатки надеваем. Можно еще, кстати, повесить на карман. Но у меня карманы пока зашиты. А так это тоже идея. Я заменила брюки на юбку и свою любимую Абадфорту, СВБ, юбка Зара. Я вам очень советую для зимнего сезона взять какую-то эко-кожаную либо кожаную юбку. Потому что это действительно очень универсальный вариант. Не обязательно брать мини. Вы можете взять как миди, так и макси с разрезом спереди, допустим. И также она будет у вас вписываться в гардероб отлично. И вы не пожалеете. Я вам обещаю, потому что это юбки. У меня, наверное, уже года 4. И как видите, она все еще живая. Я вот хочу ее заменить на натуральную кожу. Но пока как-то не могу найти хороший фасон. Может быть, даже сошью в ателье. Мне девочки советовали. Я пока в ателье так и не сходила проконсультироваться. Хотела понять по цене, это будет выгодно. Либо проще купить в каком-нибудь айдоле такую юбку готовую. Заменила джемпер Эмкло на роговский свитер. Получился образ ярче. Сверху можно любое пальто. Я бы, например, взяла свое черное с перышками. Сейчас я его принесу из коридора. Здесь, смотрите, также отлично вписывается эта сумка. Я же говорила, что она под все образы. И здесь еще теоретически могли бы быть леггинсы и высокие сапоги. Потому что длина свитера позволяет это сделать. Попа прикрыта. Кстати, будет теплее. Вот как-то так. И здесь за счет высокого горла не нужен, в принципе, шарф. Хотя здесь бы подошел этот леопардовый. Также отлично бы смотрелся. Пальто у меня старенькое из Снежной королевы премиум коллекция. И, смотрите, пальто большого размера. Я взяла специально 44-й, чтобы вот такой вот объемный роговский свитер туда прекрасно помещался. Я всегда говорю, что пальто лучше взять на размерчик побольше, если это не какое-то приталенное пальто, а вниз вы не носите тоненькие блузки и водолазки. То есть, покупая пальто, всегда нужно рассчитывать, с чем его вы будете носить. Естественно, объемные варианты более универсальны. Надела леггинсы, я смотрю, даже можно было просто с колготками, потому что длина свитера позволяет. Попа прикрыта. И если не стесняйтесь, и девочка, вы невысокая, если у вас есть такой свитер, можете попробовать его носить в качестве платья. Ну и здесь из верхней одежды может быть также все, что угодно. Либо пальто, то же самое черное, либо косуха черная кожаная. То есть, тут вариантов массы. Можно, например, даже бомбер накинуть. То же самое сочетание вещей, как в первом образе. Это брюки здесь, это джинсы, джемпер, то же самое пальто, та же самая сумка. Но за счет других цветов здесь, конечно, все выглядит уже по-другому. Вот те самые джинсы показываю из лайма, которые считаю спорными. Средние мне нравятся. В общем, пока не знаю, оставлю или нет. Все-таки буду еще пересматривать потом ролик и посмотрю, как они на мне со стороны сидят. Не выполнят ли они меня. Потому что такие светлые джинсы имеют такое свойство. И хотелось бы что-то все-таки чуть потемнее. Еще здесь, как вариант, подойдет и темно-серый свитер. Это тоже МКЛО. И на мне также Кошмиро МКЛО. Нравится, что с этим пальто отлично смотрятся и коричневый, и серый, и беж, и черный. То есть, все мои любимые темные осенне-зимние цвета. И смотрите, вот купите вы хорошую вещь вот этому Кошмировому свитеру уже два года. Этот прошлогодний, черный тоже прошлогодний. Все они выглядят прекрасно. И на самом деле, даже ухаживать за ними несложно. Просто стираете с гелем на ручном режиме, либо на режиме Кошмиро, если у вас есть такое в вашей машинке. И потом аккуратненько расправляете на сушилке, чтобы свитер или джемпер никак не отвисал. А затем отваливаете. Вот и все. Вот, наконец-то, у нас и вторая сумочка засветится в образах. Оставила тот же низ, то есть тот же самый джемпер и джинсы. Но сверху накинула вот эту уютную сэлловскую шубку. Что-то такое с вайбом 70-х получился образ. Как раз в моем стиле я обожаю 70-е и 60-е, которые сейчас снова в тренде. Да вообще, они часто возвращаются. И очки, кстати, здесь тоже этого вайба добавляют. Я их нашла на зоне. Стоили вообще какие-то сущие копейки, там буквально 600 рублей. А стиля прям прибавляют на все 100%. На все 100 долларов. И, как я сказала, шубку мы будем носить на двоих с дочкой. Поэтому сейчас будет ее выход. Совершенно другой образ. Здесь уже добавилась шапочка с ушками. У меня такая тоже есть подобная. Джинсы из сэлы. Их тоже можно купить на взрослых девочек. 164 вообще очень длинные и большие. И ботинки те самые с вайлберрис. Также маленькая сумочка. Алис, покажи, пожалуйста, поближе. Тоже здесь писалось здорово. Отличный повседневный и теплый образ. Хоть в художественную школу пойти. Хоть с подружками погулять. Ну и, естественно, я тоже буду носить эту шубку в каких-то таких сочетаниях. Не только с каблуками. И не только уводить ее в 70-е. Здесь все новое. Это хорошо забытое старое пальто с Ларидут. Я покупала его, наверное, лет 5 назад. Может быть, 4. Ну, в общем, сейчас такие пальто снова актуальны. Уже не такие длинные. Уже ближе к колену заканчивается длина. Выглядит она все еще хорошо. Даже химчистки не требуют. Носила я его в свое время немного. А смотрится в осенних пейзажах. Такой коричневый прекрасный. Да и он в тренде. Здесь, конечно, еще и шарф свою роль играет. Потому что коричневый для меня немножко часто выглядит скучновато. Хочется его чем-то разбавить. И здесь вот леопард прямо идеально к месту вписался. Образ с прошлой субботы. И кто подписан на мой телеграм-канал, его уже видел. Здесь на мне шуршащее лаковое пальто. Точнее, плащ от Айм Студио. Обувь с Вайлд Беррис. Очень неудобная. До сих пор мозоли лечу. Но выглядят эффектно. Такие немножечко в стиле Валентина туфли. Юбка Lime. Джемпер Эм Кло. И сумка Лагерфельд, которая у меня в каждый образ подходит. В этом образе получила максимально много комплиментов от незнакомых мне людей. И когда фотографировалась, люди фотографировали также меня в процессе. Видимо, эффектно оделась. Без хулиганства я обойтись не могу никак. Усмирила виниловую юбку рубашкой в клетку косухой и мартинсами. Тем более, 11 числа будет во Вроре концерт моей любимой группы. Последние танки в Париже. Если я мужу уговорю, мы все-таки пойдем. Я примерно так всегда одеваюсь на концерт. Это максимально комфортно. Косуха, естественно, идет в гардероб. Рубашку можно повязать на талию, если жарко становится. Ну и маленькая сумочка, чтобы ничего в руках не болталось, не мешалось. И мне кажется, что можно так по городу ходить вполне. Почему нет? Это абсолютно мой стиль. Я слушаю эту музыку и чувствую себя в таких образах максимально собой. Долгоиграющий тренд на клетчатой рубашке вы уже знаете. Я рассказывала об этом в одном из наших роликов. Но сейчас есть новая фишечка для утепления. Это две рубашки сразу. Либо лонгслив на лонгслив, либо рубашка на рубашку. Так, естественно, гораздо более уютно и смотрится более интересно. И в таком виде также я могла бы пойти на рок-концерт. Правда, наверное, там будет жарко. Ну, значит, гулять. Сверху косуху и на прогулку. Последний образ. Я так уже ходила. Здесь приемчик. Также джемпер на лонгслив. Такая легкая многослойность. Можно, кстати, сюда еще и клетчатую рубашку для полного удовольствия добавить. Сейчас попробуем. Еще мне попалась шляпа. Я думаю, почему я ее не носила давно? Сейчас же осень, и волосы постоянно ветром раздувают. Выглядит все не очень аккуратно. А шляпа весь этот беспорядок прикрывает. И сразу же как-то все более прилично смотрится. И тем более, если голову не успели помыть, тоже шляпы всегда спасают. Теперь по поводу джинсов. Джинсы мне не нравятся, как сидят на внутренней стороне бедра. То есть, они вот здесь вот немножечко мне большие. И каким-то образом их нужно сделать поуже. Я попробую обратиться в ателье. Может быть, там помогут. Все равно их нужно укорачивать. И на ноги надела свои удобные любимые казачки. Как я уже сказала, в них можно ходить целый день. И если вас не смущает, что они не из натуральной кожи, то, девчонки, смело берите. Вы будете их носить весь октябрь, весь ноябрь. А потом еще и весной. Давайте с рубашкой примерим. И будем прощаться. Хотела добавить клетчатую рубашку, но в итоге взяла из денима. Потому что мне показалось, что деним здесь как-то разнообразие фактур вносит. И становится все как-то более интересно. Плюс тепло, опять же. Чем больше слоев, тем нам теплее. Потому что вот завтра обещают, как я сказала, 7 градусов. Придется уже выходить в пальто. Но еще будет 15 в пятницу. И вот в 15 вполне можно будет выйти так. Еще хотела обратить ваше внимание на сумочку. Это также милскарта. Она до сих пор есть на Wildberries. Помните, она у меня очень во многих образах работает. И также я вам ее очень советую приобрести, если вам нравится такая модель. Вот, теперь можно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. И пока-пока.